здравствуйте уважаемые друзья музея мы начинаем наш стрим и сегодняшний стрим будет посвящен иконе распятия конца 17 века написанной мастером оружейной палаты распятие это кульминация евангельских событий распятие ну и последующие следующие за ним воскресенье и конечно распятие была одна из самых распространенных тем в мировом искусстве мировом христианском искусстве в русскую культуру распятие тема распятие иконография распятия приходит из византии и долгое время бытовала такая довольно таки ну сокращенно сдержанная сдержанный вариант представляющий себе изображение включающий в себя изображение голгофы креста на котором распят иисус и стен иерусалима предстоящих состав которых менялся но в 14 веке в палеологовском искусстве начинает формироваться ну как бы более расширенный вариант извод распятия который включает в себя и изображение двух распятых с христом разбойников и вот примером такого варианта распятия является икона о которой мы с вами сегодня будем говорить вот пожалуйста посмотрите на нее эта икона скорее всего была иконой праздничного ряда иконостаса посвящена она была службам страстной пятницы когда во время богослужений вспоминали страдания господа на кресте и конечно в ней нашло отражение стиль и вкусовые предпочтения людей эпохи 17 века давайте начнем по порядку перед нами с нижнего края иконы где мы видим голгофу с черепом адама но черепа дома это такая неизменная часть распятия по преданию адам был погребен на голгофе вот обратите внимание здесь видим с ног иисуса струятся капли крови которые омывают черепа дома и это символически указывает на последующее воскресенье и выведение адама из ада на то что христос смерти попирает смерть побеждает смерть и как говорил апостол павел в послании к коринфянам все мы умрем водами и все умрут водами и в общем человечество воскреснет во христе а слева и от голгофы представлены фигуры предстоящих среди них образы богородицы марии магдалины на самом деле усомниться в том кто это сложно потому что фигуры подписаны вот видите на нимбе надписи в частности вот здесь вот написано мария маг магдалина скорее всего и образы иоанна богослова и сотника лонгина это в общем такие фигуры которые традиционно изображаются подле креста причем живопись конечно это уже конца 17 века живопись оружейной палаты с ликами написанными округло живоподобно одежды прописаны яркими цветами и такая же такое же живоподобие присутствует в том как изображено тело распятого спасителя но надо сказать что в византийской традиции никогда не было никогда не изображали христа на кресте изможденным то есть делался акцент на том что тело иисуса красиво и как бы в этом заключалась уже идея его последующего воскресения но здесь мастер также вот видите объемно прописывает и мышцы рук мышцы живота и так в такой же манере он изображает тело распятых слева и справа от спасителя разбойников ну наверное всем известно что христос распят был не один с ним были распяты два злодея как писал как как это указывается в евангелии от луки но один из этих злодеев ругал христа а второй вот по евангелии от луки он покаялся ну дело в том что здесь мы не видим никаких надписей которые вы указывали кто из них кто но в принципе по положению тел да потому как мастер пишет лики можно понять какой из этих разбойников благоразумный разбойник вот я думаю что вот этот потому что его лик повернут к христу и христос как бы склоняется к нему предсказывая ему что он будет в раю прежде всех остальных живущих причем очень интересная манера такая вот изображение рук как бы заломленных за перекладину креста вот такая так изображали распятых разбойников на иконах мастеров эталокритской школы так что вот возможно здесь присутствует также влияние этой живописи очень красиво изображены стены иерусалима розовая такая стена с небольшими бойницами а за стеной мастер очень так достаточно подробно изображает и башенки какие-то вот иерусалима какие-то купола купола образные строения и в общем в этом сказывается особенность культуры 17 века когда иконы и иконное изображение уже становится менее условным и в общем-то даже мастер изображает пространство где происходит действие так что она как бы напоминает наш реальный земной мир вслед за стенами над стенами иерусалима небо представленное такие в таких сероватых тонах ну вообще как считается во время смерти иисуса наступила тьма здесь конечно фон не черный но в общем такой он серый не очень такой жизнерадостный а над иисусом образы ангелов но образы ангелов они присутствуют на иконах распятия с глубокой древности они поклоняются иисусу с покровенными руками причем пространство здесь немножко отделено пространство отделено пространство земное отделено от небесного мира видите такими облаками где над крестом на розовом фоне представлен господь свауф здесь есть также видите изображение святого духа и господь свауф держит в руках сферу в общем земную да с крестом также присутствуют образы солнца и луны это тоже в общем тема которая присутствует которая и встречается на иконах распятия с глубокой древности которая как бы напоминает нам о том что это событие оно важно для вечности о том что оно вневременное а в целом образ соответствует как бы стилистике оружения палаты и вы видите что я уже говорила о таком даже не то чтобы натуралистичном но близком натуралистичным к натуралистичному пониманию мира а такой трактовки композиции о объемных живоподобных ликах ярких цветах я рада что вы были сегодня со мной и на этом я заканчиваю